Посёлок Рай Александровка вблизи Бахмутского района всего 12 километров до линии фронта и около 15 до временно неподконтрольного Солидара. Российские артобстрелы здесь уже мало кого пугает. Но самое страшное, что они по-прежнему продолжают забирать жизни мирных жителей. Сейчас нужно гроб купить, одеть её. Мы стали вещи перебирать, а оно всё вот так там. Оно же всё под завалами. Мы ничего не нашли. К похоронам своей погибшей сестры вследствие российского обстрела готовится жительница Рай Александровки Татьяна. Женщина говорит, её родственница в момент удара вместе с онкобольным супругом была в своём доме. Обстрел произошёл около двух часов дня. Хозяйка этого дома, погибшая 62-летняя женщина, в этот момент находилась возле окна. И в результате попадания осколка погибла. Когда был первый прилёт, где, они не знают. В доме ведь не слышно. Она вроде пряталась, а потом стала рыбу чистить, селёдку. И убила сразу. Этот посёлок, путинская армия, обстреливает со стороны оккупированного Солидара. И чаще всего это артобстрелы. Бьют даже по огородам. Поэтому урожаем запастись на зиму удалось не всем. В один прилёт картошки нет. Второй прилёт там, там тоже. Но такое, знаете, не хотелось на огород выходить. Посадки все спилили. Уже туда не пойдёшь. Не поедешь. Да и страшно. Наталье сложно сосчитать, сколько раз вместе с супругом прятались от обстрелов в погребе своего дома. В нём приходилось и ночевать, когда путинские войска обстреливали их улицу. До утра в погребе просидели. А утром как вышли, посмотрели. Ну, мужик есть мужик. А я сразу в слёзы плачу. Соседка вышла и говорит, Наташ, ну, главное, все живы. Ну, слава богу, все живы. Напугались? Да вы что, я и так хожу в больницу. Опять на уколах. Вот вчера как бахнула, всю трясёт. Вот так. Местные говорят, хотя и привыкли к такой прифронтовой жизни, но при каждом обстреле испытывают страх. Павел работает пастухом уже более пяти лет. Говорит, над пастбищем часто летают снаряды. Стою, а оно летит. То оттуда летит, то оттуда. А как животные в этот момент ведут себя? Разбегаются? Прячутся. В Рай-Александровку, где ситуация меняется каждый день, местные не возвращаются. Людей в посёлке становится всё меньше. Здесь работают магазины, только вот покупателей немного. Из 800 человек, которые проживали здесь до начала полномасштабной войны, осталось около 200.